Всем привет! 2020 год наступил, а значит пора обновить рубрику «Какой телефон купить?» Ведь новинки уже здесь, они доступны, ну или почти доступны, или совсем скоро будут доступны, и вы думаете, какой бы новенький телефончик купить? Крутые телефоны за свои деньги, но прошлогодние, есть в видео, которое доступно вот тут. Сейчас выскочило уведомление. А вот новинки обсудим в этом ролике. Пойдем от дорогих флагманских моделей, не совсем очевидных, до уже прям совсем-таки бюджетных. Поехали! Прежде чем мы начнем, хочу рассказать вам про новую социальную сеть, которая называется Ace Place. Там вы можете найти огромное количество единомышленников, людей, с которыми можно пообщаться на различные темы, а также чем себя занять. Благо для этого есть самая настоящая карта событий. Проще говоря, если вы любитель книг, спорта, игр, музыки или кино, можете организовать встречу для знакомства и общения. Карта приложения позволяет видеть ближайшие мероприятия, а простой фильтр сократит время поиска. Путешествия друзей, свадьбы родственников, Новый год, теперь нет необходимости собирать фотографии с разных мероприятий, вы легко создаете события, приглашаете туда участников, или присоединяйтесь сами к ним, и в любой момент получите доступ к фотографиям с места проведения праздника или туса. А также для своих рекламных кампаний вы можете использовать функцию подбора участников по огромному количеству критериев, найти именно ту целевую аудиторию, которая нужна именно вам. Приложение доступно под все основные платформы, iOS и Android, совершенно бесплатно, и уже сейчас им можно воспользоваться. Единственное, что нужно, это скачать приложение по ссылкам в описании. Переходите, качайте, добавляйте меня, PhilatFlat, я там тоже доступен. Приглашайте на свои вечеринки мероприятия, возможно, я к вам загляну. В общем, все ссылки будут в описании, участвуем, общаемся, взаимодействуем. Уже традиционно актуальные цены на все смартфоны будут по ссылкам в описании. Переходите, там не магазин, не мой магазин, там агрегатор. Да, там куча разных магазинов, и можно чекнуть актуальную и, самое главное, самую низкую цену. Все, короче, там характеристики на все смартфоны аналогично будут в описании. Тоже, как всегда. В общем, здесь ничего не меняется. Первый смартфон это Oppo Find X2. И это реально смартфон, который по-хорошему и разочаровал, и удивил. Ну, первое, конечно, удивил он ценой. И тем, что ребята из Oppo не стали следовать той концепции, заложенной в совершенно невероятном Oppo Find X прошлогоднем. Здесь у нас флагманское железо, 865 Snapdragon. Но самое-то главное, что здесь дисплей. Если в прошлом году это был полностью безрамочный дисплей и выезжающая камера, то теперь, ох, я даже не знаю, как это сказать. Это дисплей с разрешением 3168 на 1440 пикселей. И тут барабанная дробь, работающий при 120 Гц. Это, знаете, вот прям совершенно новый опыт взаимодействия со смартфоном. Это еще и AMOLED, он с крутой цветопередачей. И у него все шикарно по углам обзора и так далее. Но это 120 Гц с огромным реальным разрешением для мобильного рынка. В общем, это, наверное, сейчас один из самых интересных дисплеев вообще. Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro. Это два смартфона, у которых есть абсолютно все, чтобы называть себя супер-мега-флагманами. Но, как и бывает в случае Xiaomi, где-то немножко не допилили, не дотянули. Но, опять-таки, я не хочу ругать его просто в силу того, что там безумно красивый дизайн, там шикарный дисплей, там 108 мегапикселей камера. И кто бы что ни говорил, она 108 мегапикселей. И это, наверное, один из самых доступных флагманов в 2020 году. А с учетом, что он еще немножко со временем подешевеет, это будет вообще просто мастхэв вот на ближайшие, не знаю, 4-5 месяцев точно. А потом будут, наверное, другие новинки, ну, как и всегда бывает с рынком смартфонов. Но сейчас это прям очень крутая тема, если вы хотите получить действительно современный смартфон со всеми вытекающими. Даже поддержка 5G там имеется, включая самый последний Snapdragon 865, много оперативной памяти и вот это все. Выбирать между обычной 10 или Pro уже смотрите сами. Я советую просто обратить внимание на какие-то обзоры, сравнения, и в итоге сделать для себя выбор, стоит переплата. Она там будет небольшая, порядка, по-моему, 4-5 тысяч рублей в рамках российской розницы. Вроде немного, но нужно ли? Решайте. Sony Xperia 5 это, знаете, вроде бы флагман, а вроде бы не совсем флагман. Здесь у нас 855 Snapdragon, потому что смартфон вышел еще осенью прошлого года. И с одной стороны, наверное, уже должен был бы уйти на покой, но с другой стороны, уж больно любопытно это устройство. 21 на 9 соотношение сторон. У нас большой, вытянутый дисплей AMOLED. Здесь три шикарные камеры по 12 МБ. И в целом, наверное, если вот с точки зрения вау-эффекта брать смартфон до 50 тысяч рублей, сейчас это просто мастхэв на все времена. Потому что он поработает достаточно долго, влагозащита, в общем, все у смартфона хорошо и работает он быстро. Да, здесь, наверное, не супер какие-то невероятные камеры, они с определенными интересными фишками, эффектами и так далее. Но здесь тоже смартфон продает дисплей. И он продает его по полной программе, потому что это совершенно новый экспириенс, это вытянутый экран, с фильма смотреть удобно. Да и вообще, честно, я когда вижу в метро, первый вопрос, ну, я-то знаю, но уверен, вот даже у меня возникает, оу-оу, а что это за смартфон? Вот если хотите, чтобы на вас смотрели именно, оу-оу, что это за смартфон, тогда однозначно он для вас. Ну и в целом, это реально прикольный гаджет. Стоил бы он немного дешевле с тем же железом, был бы вообще отлично. Honor View 30 Pro. Это продолжение линейки от Honor, причем эта линейка, она идет в разрез фактически со всем остальным. По сути, это флагман. Здесь у нас достаточно мощное железо, флагманский процессор, однако есть определенные ухищрения, которые делают этот смартфон дешевле и доступнее. Но по фотовозможностям, и 20-й-то был прикольный, именно View 20, а 30 Pro прокачали вообще достаточно активно. И, вы знаете, если вы хотели смартфон сбалансированный, который проживет у вас достаточно долгое время в кармане и будет вас радовать, однозначно это вот тот самый вариант. Причем, мне кажется, абсолютно как по характеристикам, так и по возможностям, по дисплею, абсолютно по всему. Huawei P40 Lite, это новинка, которая, ну, фактически, наверное, уже в продаже, когда вы смотрите это видео. И это смартфон крайне сбалансированный. У нас здесь 810 Kirin стоит, но, несмотря на это, его ценник порядка 20 тысяч рублей. И я сразу скажу, чекайте актуальную цену по ссылкам в описании, потому что то, что я сейчас назвал, это может быть вообще не актуально. Доллар прыгает туда-сюда, и совершенно не ясно, сколько в итоге гаджеты могут стоить спустя месяц, два, три. Поэтому я всегда и напираю на то, чтобы вы проверяли цену по ссылкам в описании. С точки зрения камер, там все круто. Это прям достаточно интересный набор, такой правильный экспириенс для смартфона среднего ценового диапазона. Наверное, по современным меркам начала среднего ценового диапазона. В общем, если проще вам сказать, чтобы не удаваться в дебри, поиграть на нем все-таки можно. Он имеет реально емкую батарейку более чем на 4000 мАч. У него есть суперчардж, причем 40-ваттный, что тоже является большим плюсом для подобного ценника. Реально крутые камеры, интересный дизайн, и при всем при этом все это обернуто в действительно красивую оболочку как операционной системы, так и, в принципе, корпуса. OPPO A5 2020. Это недорогой смартфон, который мы смотрели совсем недавно, буквально в начале года. И тогда я сказал, что это очень хорошее сбалансированное устройство за просто безумно низкую цену. OPPO A5 2020. Вот реально, ребята, из OPPO вам искренний респект за подобный гаджет, потому что цена суперлояльная, но при этом дизайн, характеристики, даже камеры там очень и очень неплохие. Многие писали под обзором, что, мол, камера плохая. Ребят, с учетом цены, эта конфетка просто идеальная камера. Никогда не будет камеры флагманского уровня, то есть смартфон, условно, там за 70 плюс тысяч рублей, в смартфоне, который стоит, условно, в 7 раз дешевле. Что о чем там говорить? Большая емкая ватарейка на месте, все, экран крутой, все. OPPO A5 2020 становится, наверное, таким прям вне конкуренции лидером нашего сегодняшнего видео в плане цена-качество, при том, что денег у вас, ну, прям совсем мало. Здесь больше сводный чарт того, что я считаю реально актуальным вот прямо здесь и сейчас на тот промежуток времени, когда записывается видео. Ну и, конечно же, пишите ваши варианты в комментариях, какой смартфон вы считаете самым актуальным на данный момент. Ну и пошарим. Давайте данное видео у себя в социальных сетях. Давно этого не говорил. Это важно. Это мотивирует меня, помогает каналу развиваться. Вам не сложно, а мне приятно, я искренне буду вам благодарен. Спасибо, что смотрели. Совсем скоро увидимся.